Добрый вечер, дорогие наши слушатели! Проект «Диалоги» приветствует вас! Мы продолжаем наш цикл «Духовная эволюция человека». Сегодня пятый диалог на тему «От прихотей, потребностей к желаниям». И нашим собеседником на сегодняшний вечер является Филипп Дородный. Филипп, добрый вечер! Здравствуйте, Инна! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы продолжаем наш цикл диалогов. И сегодня, по сути, это начинается вторая часть, более такая, скажем так, приземленная, в отличие от первой. Потому что мы там говорили о мечтах, о сердце, более таких духовных вещах. Сейчас мы будем говорить о более практических вещах. По сути, мы будем говорить о том, что нам необходимо для того, чтобы наши не только мечты, а любые цели, которые у нас есть, воплощались в реальность. И, пожалуй, начнем мы со схемы. Я прошу сейчас поставить презентацию. Вот, да, вот эта схема, результат. Когда-то она называлась «От потребностей к мечтам». Я ее потом переделал, поменял название. Может, дальше буду переделывать, посмотрим. Но она у меня в книге «Я хочу жить» представлена в довольно-таки упрощенном варианте. Там как бы я только начинал эту тему развивать. И вот во второй книге «Я хочу жить» звездам, она уже вот в таком вот виде. Уже более такая обширная и более детальная. Вот, по сути, все следующие диалоги будут посвящены именно рассмотрению вот этой схемы, схемы результат. Мы начнем с самого начала. Это потребности, прихоти. То есть, что лежит у нас в основе любой нашей цели, любой нашей мечты. Как мы будем двигаться? Мысль, мышление. То есть, сегодня поговорим, хотя мы на предыдущих диалогах тоже говорили о мышлении. Будем говорить о желаниях, решениях, о действиях, о зоне комфорта поговорим, конечно же. О рычагах, которые нам необходимы будут для того, чтобы приблизить или ускорить достижение той или иной своей цели. И поговорим о том, что нам, конечно, будет мешать. Это сомнения, страхи разные, дистректоры. Такое новое слово. Я его еще нигде не встречал, может, это я его придумал. В переводе с английского это «отвлекательный дистрект». Об этом мы тоже будем о всем говорить. Вера, целиточность. Но это уже темы других диалогов. Сегодня мы же начнем с самого начала. Начнем с потребностей, прихотей и мыслей. Частично здесь будет информация, которая уже была раньше, когда я говорил о потребностях сердца, прихотях разума. Но сегодня мы будем говорить больше об обобщенном варианте, как о том, что лежит в основе той или иной нашей цели. И тут стоит сказать, что, по сути, с самого нашего рождения, всю нашу жизнь до самой смерти, вся наша деятельность на этой планете, она направлена на удовлетворение наших или потребностей, или прихотей. Все, что мы делаем изо дня в день, делаем ради их удовлетворения. По моему мнению, я считаю, что так было не всегда. Я полагаю, что давным-давно, может, там какие-то даже тысячи лет еще назад, у человека не было прихотей, были только потребности. Например, в питании, в продолжении рода, в защите, отдыхе и так далее. Но с развитием человеческого разума, человеческого мозга, как следствие развития цивилизации, появления развития цивилизации, с появлением всевозможных материальных благ, у человека появились прихоти. Прихоти, по сути, это можно определить, как какие-то коротковременные импульсы, сигналы, которые требуют своего немедленного удовлетворения. Денис фон Визин, на следующем слайде, Если можно, следующий слайд. Да, русский литератор. Как-то сказал, что для прихоти одного человека всей Сибири мало. То есть, действительно, прихоти – это очень большая, очень распространенная вещь среди современного человека. По сути, это надуманные потребности. Или вот, я вот люблю все время говорить псевдо, псевдопотребности. Они возникают тогда, когда у нас отсутствует насущная какая-то необходимость в чем-либо. Но под каким-то влиянием определенным, как правило, под влиянием внешних каких-то факторов, они требуют своего удовлетворения. Поэтому можно даже сказать, что наши прихоти, они побуждаются внешними какими-то причинами и являются реакцией на какие-то внешние ситуации, обстоятельства и так далее. Поэтому без какого-то внешнего раздражения, вот какого-то раздражителя, любая прихоть, она будет недолговечной. По сути, нет и раздражителя, нет и прихоти. Когда-то Синека, на следующем слайде, слова Синеки, он как-то сказал, что природа дает достаточно для того, чтобы удовлетворить естественные потребности. Что такое потребности? По сути, в отличие от прихоти и потребности, они возникают, когда мы в чем-то действительно нуждаемся. Вспытываем острую необходимость. Они важны для нашей жизни. Они оказывают очень часто какие-то серьезные влияния на нее. И вследствие это у нас возникает необходимость их удовлетворить. Я полагаю, что потребности, в отличие от прихоти, в своем большинстве имеют внутренние причины. То есть что-то у нас внутри заставляет их удовлетворять. Много есть разных потребностей и физиологические, духовные, материальные. И мы говорили даже о потребностях сердца на предыдущих диалогах. И все их, по сути, надо удовлетворять. Но для этого их надо отличать от прихоти. И часто бывает так, что наши потребности, они перерастают в прихоти. Вернее, не так. Марина спрашивает, что такое эгоизм прихоти. Так это эгоизм прихоти. Эгоизм прихоти. Она утверждает это. Не. Так это эгоизм прихоти. А, ну, понял. Ну, отвечай. Не будем мешать. Сказать, что это прихоть, возможно, возможно, да. Почему? Потому что то, что связано в большинстве случаев с эгоизмом, оно направлено, ну, опять же, если возвращаться к той теме, о которой мы говорили раньше, направлено против, скажем так, нашего сердца, которое руководствуется исключительно, потребностями, то в какой-то мере можно сказать, можно, что эгоизм – это прихоть. Но это настолько, скажем так, щепетильный здесь вопрос, просто из-за того, что эгоизм сегодня он очень, скажем так, укоренился в сознании любого человека, и это, скажем так, неотъемлемая часть любого человека. по сути, мы все являемся эгоистами сегодня. И в то же время мы все являемся альтруистами. Вот такой вот парадокс, как бы есть плюс, есть минус, как и во всем. Добро – зло, счастье – несчастье, да, то есть есть два полюса, хорошее – что-то плохое. поэтому эгоизм отбросить мы его можем, но не сделаем ли мы себе в ущерб, скажем так. Потому что, если бы все люди, скажем, руководствовались альтруистическими какими-то мотивами, да, было бы безопасно стать альтруистом, и жить ради людей, о себе вообще не думать. Но, опять же, мы приходим в этот мир, скажем так, для того, чтобы реализовать сначала себя и посредством реализации себя мы помогаем другим людям. Например, вот как проект «Диалоги БИС», да, я так понимаю, опять же, это его процесс реализации в этой жизни. и благодаря вот этому процессу он старается помочь и другим людям, то есть сделать их более осознанными, сделать более понимающими. Поэтому, все же, сказать так прямо, что эгоизм это прихоть, я затрудняюсь, скажу честно. Потому что это качество современного человека. Без эгоизма в нашем мире я думаю, выжить просто нереально. Но опять же, эгоизм мы можем использовать на благо других людей. Думая о себе, мы можем начать думать и о других людях. То есть, вот такой вот мой ответ на вопрос Марины. Так прихоть это что? Двигающие силы своеобразные? Прихоть это не двигающая сила, это тормозящая сила, так скажем, словами. Прихоть это то, что это реакция, наша реакция, реакция нашего разума на внешний какой-то раздражитель, внешнюю ситуацию. Например, ну, дальше, я дальше буду сейчас рассказывать, то есть, какие-то примеры приводить. Возможно, станет более понятно, как отличить прихоть и потребность. Потому что вот я как раз когда я вылетел, я начал говорить о примере, когда потребность перерастает в прихоть. И вот потребность отдыха. Всем там надо отдыхать, спать и так далее. Но часто эта потребность в современном обществе стала уже прихотью. Что я имею в виду? Люди, которые любят долго поспать, вот такие люди, они находятся в плену у такой прихоти. Почему? По сути, человеку, у человека нет никакой потребности во сне, которая превышает, скажем так, 7 часов. Но идя на поводу какой-то прихоти своей внутренней, то есть желание поспать подольше, поваляться в кровати тепленькой, желание не идти на работу, а подольше полежать в кровати, то они продолжают спать дальше, 9 часов, на выходных я знаю, вообще люди до обеда спят, для меня это сегодня уже дико, хотя я раньше тоже мог до 11 поспать. Поэтому вот пример прихоти, то есть то, что нам несет уже вред. Вред 9-10 часов спать это вред, я считаю это все же вред. Мы не только тратим, скажем так, драгоценное жизненное время, которое мы могли бы использовать намного продуктивнее для себя, для своей жизни, мы его просто бездарно расходуем и кроме того мы гробим свое здоровье, потому что опять же долгий сон он насколько я знаю не благоприятствует здоровью, нашему здоровью. Или вот другой пример как чрезмерное употребление пищи. Тоже очень такой яркий пример на сегодняшний день. Это я не назову что это потребность, это прихоть. Для человека опять же абсолютно нет никакой необходимости вот в таком количестве еды которое он сегодня потребляет. Но ему хочется, ему вкусно, ему плевать на здоровье, может это плохо, но ему вкусно, то есть прихоть, вкусно, он не думает какие последствия для моего здоровья будут. Он думает о кратковременном, о том, что сейчас, я хочу это сейчас вкусить, дать наслаждение своему разуму и повторить свою прихоть. Продолжение следует...